Проект «Сирень Победы» расширяет и географические, и временные рамки. Он был задуман в 2011 году в Волгограде как часть подготовки к 70-летию Победы. Тогда специалисты регионального ботанического сада заявили о возможности восстановить редкие или утерянные сорта сирени, посвященные Великой Отечественной, и стали заниматься их выращиванием, а затем и высадкой в городах-героях. Но в 2015-м этот проект не закончится. Более того, «Сиреневые аллеи» к следующему 75-летнему юбилею Победы украсит и города воинской славы. «Сирень Победы» как ценный груз впервые вывезли за пределы Волгоградской области год назад, к 70-летию освобождения Севастополя. В год юбилея Великой Победы саженцы военных сортов сирени должны прижиться во многих городах-героях. В начале и середине апреля новые «Сиреневые аллеи» украсили Севастополь и Керчь. На этой неделе ее высадили в Смоленске. В ближайшие дни собственной «Сиренью Победы» обзаведутся Новороссийск, Тула, Москва и Санкт-Петербург. Саженцы из Волгоградского ботанического сада уже доставлены туда. Основные акции по их высадке пройдут 25 апреля. В Волгограде для этого выбран Комсомольский сад. От 9 мая «Сирень Победы» украсит Мамеев Курган. Но не только. Интересная посадка предстоит у нас у памятника Хальзунова. Там мы посадим три сорта. Это Валентина Грязодубова, Алексей Моресьев и капитан Гастелло. То есть это в честь наших героев-летчиков. Ну и Хальзунов это тоже летчик, поэтому будет очень символично. В Камышин на родину Алексея Моресьева тоже передали несколько саженцев. На родину маршала Чуйкова в Серебряно-Прутский район тоже отправили «Сирень Победы». Этим летом проект должен выйти за рамки России. В июне специально выращенную «Сирень» посадят в Белорусском Минске и в Бресте. Этот проект не заканчивается в этом году. Он будет продолжен. И мы планируем его завершить до 2020 года. То есть к празднованию уже 75-летия Победы. На новом этапе «Сиреневые аллеи» будут высаживать уже в городах воинской славы. Большинство сортов носят имена полководцев и других героев Великой Отечественной. Кстати, Никитский ботанический сад присоединился к проекту, еще когда Крым был частью Украины. В прошлом году его специалисты презентовали сорта «Севастопольский салют» и «Льтиген» специально для участия в акции. А в этом подарили еще два сорта. Брест уже передали минским коллегам, а сорт героям Сталинграда пока можно увидеть только через стекло пробирки. Чтобы получить необходимое количество саженцев, понадобится года три. Проект «Сирень Победы» по сути зажил своей жизнью. Организаторам постоянно приходят письма с просьбами присоединиться. Одно из таких недавно они получили из Сочи. «С просьбой высадить, предоставить хотя бы какое-то количество посажочного материала, с просьбой высадить на Олимпийских объектах вот эту «Сирень». И сегодня у нас пришла оттуда машина. Утром мы 50 саженцев передали в город Сочи». Но подобные просьбы приходят не только от администрации городов. Некоторые внуки ветеранов просят предоставить им хотя бы один саженец «Сирень Победы». Анжелика Антипина, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба».